Слушайте Радио Болтком Как встретились, так и поговорили Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии Интересные люди Случайные встречи Неожиданные интервью Знаете, что самое страшное? Самое страшное, это начать бояться Для хорошей беседы не нужен повод И время не имеет значения Но место встречи изменить нельзя Спасибо, ребят, очень круто Наконец-то высказался, что так Только на Радио Болтком В любое время дня и ночи Программа «Встретились, поговорили» Добрый день всем, кто сейчас нас слушает В эфире Радио Болтком, проект «Культурная линия» И на прямой линии с нашей студии Актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Харатьян Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте Очки надел, чтобы себя и вас лучше видеть Эфир мы проводим совместно с нашими коллегами-журналистами из Международного медиаклуба «Формат А3» Веду эфир я, Ольга Авдевич, со мной студия коллега-журналист Наталья Захарья Здравствуйте И мы хотим сказать, что Дмитрий Харатьян, он любим рижскими зрителями не только как актер, которого они видят на экране Дмитрий часто приезжал к нам в Ригу, он участвовал в фестивале «Балтийская жемчужина» И в прошлом году весной у нас был запланирован его творческий юбилейный вечер И буквально за две недели до этого события случилась чрезвычайная ситуация была объявлена Этот вечер не состоялся, так что этот наш эфир сегодняшний, это подарок тем зрителям, которые не смогли попасть тогда на встречу с вами И всем любителям кино и поклонникам Дмитрия Харатьяна Дмитрий, вот кто сейчас смотрит наш видеоэфир, он видит Дмитрия в кадре И он сидит в майке, на которой надпись «Сейчас дважды не случится» Вот дорогие радиослушатели, позвоните своим знакомым, дважды оно не случится, пускай включают радио, потому что этот эфир, да Я специально надел эту маечку, это цитата из песни «Манижи», «Сейчас дважды не случится» Я абсолютно согласен с этим изречением Это, знаете, как у Станислава есть такой завет, но главный принцип вообще театрального искусства – это здесь и сейчас Потому что вчера – это вчера, это уже прошлое, завтра мы не знаем, а сейчас – это тот самый момент в моменте жизни Жизнь, которая происходит сейчас и здесь И этот вот для меня некоторое время назад это стал таким неким девизом Да я даже скажу, какое время назад Как только началась эта беда с пандемией всеобщей Когда люди поняли, наверное, многие поняли, что здесь и сейчас важнее, наверное, того, что будет с нами, потому что будущее непредсказуемо И оно стало настолько очевидно непредсказуемо, когда появилась эта болезнь, да И, конечно, реалии стали другие сейчас, новая реальность так называемая, да Вот эта новая реальность диктует нам правила жизни здесь и сейчас как главную ценность вообще Потому что просыпаюсь каждый день утром, я благодарю Бога за то, что этот день наступил в моей жизни Вообще вот это ощущение радости жизни, которое дает в моменте здесь и сейчас Вот это очень важно для меня и, надеюсь, что и для большинства жителей нашей планеты Потому что мы, мне кажется, этот урок преподнесен для того, чтобы мы научились дорожить этим здесь и сейчас Дорожить этим мгновением жизни, каждым мгновением жизни, которое мы проживаем Дмитрий, мы получили очень много вопросов Конечно, в основном это о вашей роли в фильме «Гардемарина вперед» В начале года вот также гостем нашего проекта была Светлана Дружинина И она рассказала нам, что летом планируют закончить съемки фильма И, пожалуй, вы там снова блистаете Расскажите нам Блистаете, это вам, зрителям, будет возможность решить Действительно, мы закончили, вот в конце июля Мы закончили эпопею, которая называется «Гардемарина 1787. Мир и война» Снимали мы эту эпопею последние три года Если в целом взять работу над этим сценарием и этим проектом То это, наверное, последние уже лет семь, как минимум, Светлана Сергеевна с Анатолием Михайловичем Продвигали этот проект, как сейчас модно говорить, этот фильм И вот, наконец, это случилось, это свершилось Сейчас монтажный, тонировочный период Сейчас постпродакшн, так называемый, Светлана Сергеевна с Анатолием Михайловичем Монтируют фильмы, они выкладывают в интернет Практически ежедневно отчет о проделанной работе Так что все вы можете стать свидетелями того, как это происходит И что там вы увидите, и что происходит на экране Вот такой рабочий процесс сейчас идет Съемки были в Крыму, если я предусхищаю, может быть, ваш вопрос Если говорить о названии фильма 1787, это битва под Кинбургом Это вторая русско-турецкая война Это войска Суворова И это морские войска И гардемарины, кого мы воплощаем на экране И наши дети, которые спасают Россию от турков Если коротко так, это фон событий А на самом деле внутри, конечно, самое главное Это человеческие взаимоотношения, как мы знаем Основа драматургии, это конфликт И там есть и любовь, конечно Любовь уже наших детей Которые совсем юны Это Александр, сын Алеши Корсака и Софьи Зотовой И это Шурка Вернее, Александра, это дочка Кучинской и Белова А Шурка, это сын как раз Алеши Корсака и Софьи Зотовой Вот у них происходят романтические отношения И даже более того, любовь И первый фильм, который называется «Мир» Он как раз вот об этой истории любви Конечно, на фоне приключений, исторических перипетий, событий И так далее, и так далее, и так далее, и так далее А вот второй фильм «Война» Это уже такая конкретно батальная картина Батальное полотно, мощное Очень долго мы это снимали Очень много было задействовано Разного рода войск Воинов, моряков, турок, пушек Сабель, коней, лошадей Взрывов, драк, убийств Ну, то есть это такое прям батальное полотно Полномасштаб Уточним, что Анатолий Михайлович Это Анатолий Михайлович Мукасей Это выдающийся кинооператор Всех времен и народов Который снял огромное количество шедевров Киношедевров Это муж по совместительству Светлана Сергеевна Она его называет «Мой суженый» Потому что он очень узкий и очень высокий Такой узкий, высокий, но прекрасный И безумно талантливый человек И напомним номер нашего WhatsApp Мы смотрим WhatsApp и SMS 2-3-0-6-1-9-1 Пожалуйста, присылайте дополнительно еще вопросы И следующий вопрос Такого лично семейного характера Это вопрос от латвийского журналиста Натальи Лебедевой Она спрашивает Среди ваших предков были российские моряки Гардемарины Получилось так, что вы, сыграв Гардемарины, продолжили семейную линию Какие уроки и традиции вы усвоили, когда открывали историю ваших знаменитых предков И по армянской, и по русской линии Да, они сошлись Лед и пламя Действительно, во мне столько кровей намешано И не так давно выяснилось, что по материнской линии По линии моей мамы Мои предки, мои родственники И близкие и дальние Они действительно по мужской линии Имели отношение к флоту К российскому флоту А мой прапрапрапрадед Степан Петрович Гамзиков Осваивал американские земли Участвовал в русско-американской компании Которую мы помним, может быть, по Яноне Авось По Рязанову Комергер Рязанов Который эту русско-американскую компанию открыл В начале 19-го года И мой дед Вот этот пра-пра-пра-пра Ну, пращур мой Он был даже управляющим островом Унгу На Алиутских островах Женился там на Алиутке И вот от него пошла вот эта ветвь Гамзиковых Потому что моя родная прабабушка Она в девичестве Гамзикова А мой прадедушка Соответственно, Тизенку по маме Короче говоря, вот несколько поколений Начиная вот с Петра Значит, со Степана Петровича И до Бориса Петровича Уже родного моего двоюродного деда Родного брата моего родного деда Я вас сейчас могу запутать Но вы поймите правильно Вот у меня, значит, в семье было несколько детей Вот Гамзикова и Тизенка Вот два сына было Два сына Один Олег Петрович Это мой родной дед А второй брат Его брат Борис Петрович Так вот, Борис Петрович В 1917 году В 1917 году В Хельсинки Тогда назывался Гельсингфорс Был расстрелян Революционными матросами В возрасте 27 лет Я в 27 лет Я сыграл Алешу Корсака И эту роль Изначально не должен был я играть Но по воле рока так случилось Как поется в песне И по воле, видимо, моих предков И конкретно вот Борис Петрович Тизенка Я так думаю Я, по крайней мере, так это Понимаю сейчас Наверное, этому суждено было быть Это некая такая вот Память Которую я отдал Значит, своим близким Своим родственникам И, конечно, все не случайно И, конечно, то, как я оказался в Гардемаринах Не случайно Хотя, еще раз повторюсь Это известная история Эту роль уже начал играть Юрий Мороз Известный кинорежиссер нынче Тогда он был еще актером Который учился на курсах режиссерских И не смог совместить работу в Гардемаринах И со своим дипломным фильмом Возник вопрос о замене героя И вот Светлана Сергеевна Благодаря Анатолию Михайловичу Суженому У которого я тогда снимался В советском мексиканском фильме Эсперанса Надежда, что переводится Надежда в Мексике Он предложил посмотреть Вот молодой человек у нас Вроде, может, тебе подойдет Сказал он Светлане Сергеевне И она на меня посмотрела И я ей подошел Когда спел несколько песен Уже теперь легендарных Из легендарного фильма Гардемарина Вот такая короткая история Но начал сниматься в этой роли Не я Юрий Мороз Уже 2 или 3 сцены были сняты Понимаете, как все Повернулось Но на тот момент Вы уже знали Что вы родом из Нет, я не знал Вот в том-то В том-то весь и фокус И парадокс Того, что я понятия не имел От меня Ну, как бы в нашей семье Не принято было Ворошить прошлое Потому что, ну, там Дворянская линия И так далее Ну, я понимаю Не очень хотели это Афишировать мои бабушки И дедушки Видимо, они там претерпели В свое время Они поэтому путешествовали Кстати, географии их Передвижения Он был Моя дедушка Был инженер-строитель И он Я так понимаю Что не случайно Он, так сказать Дефилировал По России Они не жили В столице Хотя их предки Жили в Санкт-Петербурге Как вы понимаете У них был И свой дом Ну, и так далее Вот И узнал я это Где-то Сейчас скажу Вот 50 лет Когда мне Исполнялось Канал Первый канал Снял фильм Моя родословная У них был Такой цикл программ Они снимали Документальные фильмы О людях Известных людях Об их родословных И вот таким образом Я узнал Я до этого Чуть-чуть там Как-то Покопался Вот уже Когда последние Постперестроечные времена Нашли мы Какого-то архивариуса И что-то такое Уже начало всплывать Какие-то отдельные Так сказать Фрагменты Там значит Документы И так далее Но вот Огромную работу Провел Первый канал И они Вот Тогда я уже Окончательно узнал Вообще Я даже был на этом месте Расстрела моего Этого Дедушки И на кладбище В Хельсинки И там Он И еще 4 мичмана Были вот так Без суда Расстреляны Прямо на набережной Он служил На линкоре Петропавловска И вот там Вот значит Все это и произошло И их повезли На берег Для того Чтобы сдать в комендатуру А на самом деле Просто вот так вот Расстреляли Зверски совершенно Вот И Это было 31 декабря 31 августа 1917 года И кстати Вот что говорить О каких-то Так сказать Интуиций Причувствиях Я не знаю У меня всегда Вот в конце августа До того, как я узнал Эту историю Всегда Какая-то тревога Вы знаете Вот бывают Такие дни В году Иногда у кого-то Перед днем рождения Такое бывает Ощущение Какой-то такой Нестабильности Какой-то тревоги Ощущение Ну не страх А что-то Что-то Как-то не так Вот у меня Каждый год Вот 31 августа Это происходило И происходит Сейчас Я понимаю Что это какая-то Видимо Генетическая память Генетическая память Потому что Мой родной дед Он был младше Бориса Но видимо Настолько это Потрясло семью Тогда Что как-то Это передалось Каким-то образом И мне тоже Дмитрий Вот вопрос Из Белоруссии По последним Гардемаринам Как раз Что вы начинали В Белоруссии В юности карьеру Был фильм Люди на болоте С Виктором Туровым В 80-х У вас был партнер Актер Виктор Тарасов В фильме Водитель автобуса Белорусский Какие воспоминания У вас остались И как оцениваете Работу нашего Белоруса Андрея Лаптева В новых Гардемаринах Да-да Андрей Лаптев Мой сын Киносын Он же из Белоруссии Да Потрясающий парень Очень талантливый Очень красивый Сейчас он поступил В РАМТ Российский Молодежный театр Вот у них Столетие Они сейчас отмечают Закончил он тоже Щепкинское училище Так же как и я Вот Мы только на курсе У Коршунова А я на курсе У Царева Я очень надеюсь Очень хочу верить В то что у него Будет счастливая Творческая Судьба Что у него сложится Все и в личной жизни Вот Он очень достойно Работал В этой картине Он Был готов ко всему Он очень Спортивен Он очень подвижен У него прекрасная пластика Вот он Вообще мне Молодежь нравится Вы знаете Вот наша творческая Там еще Партнерша его Такая Ника Сдорик Студентка сейчас Щукинского училища И они Прекрасная пара Вот я уже видел Просто Черновой материал Не-не Я уже видел Собранный фильм Мир 1787 И у них Потрясающая Совершенная работа Я считаю Что они Скоро станут Знаменитостями Проснутся знаменитыми Потому что Очень тонко Точно Нежно У них Состоялась Это их Любовная пара И Очень трогательная И Прекрасно Они выглядят На экране Вот Так что Андрея Лаптева Отдельный привет И его родственникам Тоже Знаете Это очень символично Потому что Андрей Лаптев Вы знаете Что сегодня День красоты Вот тут мне Наш Владимир Суровцев Дело в том Что у нас Суворов же Персонаж Один из Центральных персонажей Гордомаринов Последних Пятых Крайних Последних Не говорят Вот Война У нас Суворов Александр Васильевич Так вот Владимир Александрович Суровцев Народный художник Член Академии Российской Художества Потрясающий Скульптор Сыграл Он не профессиональный Актер Как вы понимаете Сыграл Суворов Потрясающе Совершенно Сыграл Это такое Такое Удивительное И внешнее Сходство И какого-то Проявления Мало того На лошади Прекрасно Скачет Как-то все Так совпало И вот он Сегодня мне написал Я ему ссылку дал На сегодняшний наш эфир И он написал И обязательно скажи Что сегодня День красоты Это очень важно Я вас поздравляю Мои дорогие Красивые люди С нашими Прекрасным Днем красоты Спасибо А мы пожалуйста Просим передать Поздравление Вашей супруге Актрисе Марине Майко Которая Помогает нам Сегодня Технически Осуществить Связь Она Очень красивая Актриса Поэтому мы Тоже поздравляем С этим праздником Дмитрий Еще такая просьба Вы так динамично Держитесь Перед камерой Что у нас Прыгает изображение Можно вас Немножечко Чуть-чуть Стабилизировать Да Стабилизировать Это трудно У меня же армянские Еще корни Помимо Гардемаринских Дмитрий Вот кстати Это тоже зов предков Темперамент О национальных корнях Которые В частности Отражаются Наверное Как-то на актерском Творчестве Вы как-то говорили Что для вас Является гуру Каким-то авторитетом С огромным уважением Говорили о нашем Латышском актере Юрисе Лауцинше Да Я как раз думал Что вы с этого начнете Как я вообще Впервые оказался В Риге В Латвии Это удивительная история Моей юности Мы сказали Радиослушателям Что его Не стало Несколько лет назад Да Вот расскажите Вот Историю Да-да Я вам как раз Рассказываю Смотрите Значит я Закончил Съемки Фильм Фотографии на стене В Одессе Это было в 1977 году И первый раз Попробовал поступать В театрале Не поступил И познакомился Вот в это же время Примерно с Юрисом Лауциншем Нет Познакомился Я познакомился В январе 78-го года Ровно в то время Когда шла сессия В институтах А вот Юрис Лауцинш Он прибал Он из города Дауфка Впилса Он был студентом Третьего курса Третьего курса Щукинского училища И его отчислили Как раз В этом самом январе За то Что он прогулял Сессию Вместе с другим Своим однокурсником Таким Нагорным Сережей Их обоих Отчислили Они были перспективны Они были талантливы Но тем не менее Закон есть закон Дисциплину надо Соблюдать Они уехали Как раз И закутили Вот в Латвии В Юрмале Конкретно Поехали Вот такие ребята Знаете Вот И поскольку Они освободились От так сказать Ус образования А мы с ним Как раз Только в это время Познакомились Давайте-ка мы Махнем В Юрмул Это было в феврале Месяце Заметьте В феврале Месяце 78 года Мне стукнуло Недавно 18 лет Я был переполнен Романтическими Чувствами Открытием мира И для меня Это показалось Таким интересным Таким увлекательным Путешествием А почему мы Правда не поехали Автостопом Без копейки денег Мы в пятером Разбившись на две группы Лаусенш Значит С Могорным И с некой девушкой Одна группа А нам Они с Колей Константиновым Колей Константинов Это Мой партнер По фильму Розыгрыш Замечательный Талантливейший парень Который был Очень ярок Тогда Но вот К сожалению Судьба очень печальная Он по-моему Сейчас В какой-то Такой клинике Для Тяжелых людей С тяжелыми Диагнозами Вот Психическими Начиналось все Очень ярко И красиво И мы с Колей Константиновым И вот Короче Через два дня Мы оказались в Риге При этом Нам дали Телефон Телефон Человека Которому Мы должны позвонить Как только Мы окажемся В Риге Это был телефон Иры Федотовой Которая была Жительницей Риги Которая по-моему Даже работала На радио А тогда Она работала В порту Вот И мы должны были Там ей позвонить Ну и соответственно Встретиться Мы приехали В Ригу Я не буду Рассказать Долгие-долгие Очень Без копейки Сначала автостопом На машинах Потом нас забрали В милицию Потом Узнав Значит Что мы Снимались В розыгрыше Посадила В поезд Бесплатный В полцкартный Вагон Мы приехали В Ригу И не нашли Этот телефон Короче говоря Одни В большом городе Мне пришлось Продать часы Которые мне подарила Лена Цыплакова На день рождения Красивые Электронные На эти деньги Мы звонили в Москву Узнали телефон От Иры И наконец Вечером Мы встретились Вот так Впервые Я оказался В Риге Заметьте Что Ни границ Ни вис Не надо было Вот так вот Легко Взяли Нет Ни границ Ни вис Не надо было И вообще Было очень здорово Было очень холодно Было безденежно Было голодно Но было очень интересно И увлекательно Это путешествие Я запомнил на всю жизнь Мы шли по дороге Смоленской Я пел Песню О Куджаве Посмоленской Дороге Столбы 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 В общем Очень здорово Очень Это воспоминания Самые яркие А после этого Мы поехали в пустыню Все вместе В марте Устроились В геолого-геофизическую экспедицию Нас Юрий Славович Устроил Он очень активный был У него уже были права Он был шофер А мы были просто рабочие Вот эта пятерка Как раз и поехала В пустыню потом И даже Ира Федотова Которую назначили там Коком А она вообще Готовить не умела Вот Так что Рижане там тоже с нами были Мы три месяца там Ходили по пустыне С электродами Втыкали в землю В эти пески Я снимал показания У меня был радиометр Радиация И так вот На полкилометра Растягивалась такая шеренга С проводами И вот мы шли друг за другом И это тоже Потрясающе совершенно воспоминание Я декламировал На всю пустыню Стихи Прозу Я готовился к поступлению После чего кстати Я и поступил достаточно успешно Вернувшись в Москву В мае месяце 78-го года Так вот Юриса да Действительно Недавно не стало Это очень печально Потому что Этот человек в моей жизни Сыграл огромную роль Несмотря на свой Балагуристый Хулиганский Такой бесшабашный характер Он был очень широким Человеком Очень талантливым Пьющим Безбашенным Но невероятно обаятельным И очень каким-то таким Светлым человеком И он Вот эти первые мои шаги В большой взрослой жизни Они связаны Именно с его присутствием И мало того Смотрите Я с ним познакомился Когда он учился На третьем курсе Ну был отчислен Ищукинского училища Потом на моем Третьем курсе Юрий Слаутенч Со мной вместе Был Его взяли к нам Он вечный студент был Вечно он поменял Три или четыре вуза И я даже не знаю Я не уверен Что он получил И он диплом То есть у вас получилась Такая русско-латышская Дружба И потом Я вам должен сказать Что в конце жизни Он начал достаточно Много сниматься Это были небольшие роли Но очень яркие Он был патологическим Просто органическим Органичным Артизмом Как собак Как животное Я в фильме У Андрея Кончаловского Вообще Я подумал Это живой Где они взяли Такого психа Я думал Там такой есть Голый человек Который бегает Это сыграть вообще нельзя И я вдруг В нем увидел И понял Что это же Лауцинш Понимаете Это Лауцинш Это по-моему Фильм называется Гламур Вот А в ту ночь Когда его не стало Я не знаю Что это тоже Это вот оттуда Видимо У меня лежал диск Давно лежал Назывался он Отдать концы Фильм с Юрисом Лауциншем И он стоял Ждал своего части И вот вдруг Среди ночи Первый час ночи был Я думаю А вот Дай-ка я посмотрю Этот фильм Он стоит давно уже Я поставил И досмотрел до конца До полтретьего ночи И на следующий день Я узнал Что он в полтретьего ночи Скончался Представляете А это фильм Про конец света И он там играет Потрясающе совершенно Он там играет Юра Юрис Вот А то что Он для меня Открыл Латвию и Ригу Так это ну Это Это как Владимир Валентинович Меншов Который вообще Открыл для меня жизнь В кинематографе Понимаете Который подарил мне Возможность Вот с вами сейчас Разговаривать И всю дальнейшую Моя жизнь Определил этот человек Главнее его вообще В моей жизни нет Кроме родителей Которого тоже не стал Причем он ушел Из жизни 5 июля Вот этого года Ровно в день рождения Моего отца Вот А мой отец Тоже год назад ушел И тоже от ковида То есть такие Огромные конечно Утраты и потери Сейчас Я думаю У многих И это тяжелое время Тяжелое испытание Дмитрий У нас еще Есть часть вопросов Посвящена вам Не как артисту А как человеку Который занимается Педагогикой То есть вы вместе С супругой Руководите Центром развития Патриотического воспитания Школа Гардемаринов Это вопрос От газеты Сегодня А удается ли Как-то их Воспитывать В духе Отечественной культуры Национальных ценностей Или они совсем другие Что им интересно И еще Что Как вообще В современных реалиях Можно заниматься Патриотическим воспитанием Сегодня само слово Патриотизм Воспринимают Многие Как нечто такое Ну вот Старомодное Негативное Особенно молодежь Ну да Оно какое-то такое В этом слове Ничего дурного-то нету Просто оно Немножко Действительно С каким-то Что ли Оттенком странным Сейчас воспринимается Как нечто такое Специально насажденное Но для меня Однозначно Это как Любовь И какие-то Вот такие Общечеловеческие ценности Так и Патриотизм Он в корнях Он в языке Он в традициях Он в родине В ощущении родины Вот И где бы ни жил человек Родина всегда Одна у него Родина там Где он Родился И рос Вот Я вот помню Мы когда были В Америке Снимали вот На Беребасской Хорошая погода На Брайтон-Бич Опять идут дожди Это 91-й год Это фильм Леонида Гайдая Да-да Это комедия Леонида Гайдая Последняя Там снимался Андрей Мехков И нас пригласили В кинотеатр На Брайтон-Бич Есть кинотеатр Родина Называется И нас пригласили С творческой встречи Туда Меня Гайдая Значит Инин Кто были там И Андрей Мехков Вышел на сцену И говорит Мне так жаль вас Я так вас понимаю Вы же утратили родину И вдруг Они Что? Да мы В Америке Это отлично У нас там все Джинсы, жвачка А у вас там Совок А он так искренне А он совершенно Поверег Да я же не про это Я же не про материальное Я говорю Про вот это ощущение Утраты Вот Самого, наверное Родного для вас Он как-то так Очень трогательный И очень Действительно смело На самом деле Для того времени И для той аудитории Где он находился Вот это Это подсказывание было Поэтому Чем мы занимаемся Это центр творческого развития И патриотического воспитания Это не какая-то Военизированная То самое Структура Мы занимаемся Тем же Чем занимаются Все, наверное В школах С театральным уклоном Мы ставим спектакли У нас Мастерство Фехтование Сцен-речь Сцен-движение Вокал Танец Мы такие У нас профильные предметы Предметы Это С театральным искусством С киноискусством Безусловно А патриотическое воспитание В том, что мы берем Какой-то наш материал Вот мы поставили В прошлом году Спектакль По мотивам Фильма Гардемарина Вперед Это абсолютно Русская история Наша отечественная С героями Не мушкетерами Ну, то есть Русскими мушкетерами Но вот этими Самыми героями Которые стали уже Легендарными Вот Вот этот момент Патриотизма Он же в чем? Он же в культуре Он в книгах Он в песнях Он в фильмах Он в изобразительном искусстве Вот таким образом Я понимаю Патриотизм Если мы говорим О какой-то Культурной составляющей Это не какие-то Лозунги Призы Вы понимаете Знамен Хотя и это тоже Наверное Часть патриотизма Но все-таки Патриотизм Вот еще раз говорю Это в ощущении Родины Вот вы сказали Да Еще о кинотеатре Родина Перекинули Такой Образный мостик А как лично Вы воспринимаете Вот девиз Гардемаринов Судьба и Родина едины Жизнь Родины Честь никому Там вот такой Главный их девиз А судьба и Родина едины Я абсолютно согласен Что судьба Как бы она не сложилась Где бы человек не жил Но его судьба Неизменно связана С корнями Неизменно связана С Родиной С ощущением Родины Которая внутри человека Она не вокруг Может быть Она всегда внутри Это ощущение И это и есть Наверное патриотизм Наверное Я так понимаю Потому что Во время экстремальных ситуаций Во время военных Каких-то действий Наверное Великой Отечественной войны Патриотизм Несколько иной Имел оттенок и характер Патриотизм Это защита этой Родины своей Защита своей семьи Защита своей территории Защита своих близких Защита своей страны В этом был патриотизм Сейчас когда Эта война Она есть К сожалению Она холодная Ее называют Или какая-то там Война средств массовой информации Или война пропаганд Потому что Обвиняя в пропаганде Россию Понимаем что С той стороны В оппозиции тоже пропаганда Это все можно назвать Вообще пропагандой Понимаете Когда это Находится в конфликте В столкновении Интересов Дмитрий А можно сказать Что вы В своей школе Городомаринов Защищаете Сейчас В наши дни Отечественную культуру Да Вот можете так сказать И этим все будет сказано Но я хочу ее защищать Слушайте Ее не надо защищать По большому счету Это великая и могучая Российская Советская Даже Можно назвать Если Какие-то шедевры Ведь и советского периода Правда Их огромное количество Во всех видах искусства Во всех Ну назовем это Российская Тем не менее Ее не надо защищать Она есть Она на века Она всемирная На самом деле Она не принадлежит Только России Вообще классика Тема отличается От повседневности Что это навсегда И для всех Ну на мой взгляд А вот как раз 30 лет назад Все обсуждают Это событие Когда Нас рухнул Советский Союз А вот скажите Лично вы В связи с этим событием Что Обрели А что потеряли Ну я потерял молодость Потому что это был 91 год 31 год Мне было Но Обрел Вы знаете Я вообще счастливый человек Я отношусь К времени Моей жизни Вот по сегодняшний день С начала С рождения Как Очень счастливому подарку Потому что Я имею возможность Имел возможность И имею Продолжаю иметь Эту возможность Проживать И переживать Очень разные Периоды В мировой И вот Отечественной истории Они настолько Контрастно Противоположно Яркие Что Это очень интересно Очень интересно Жить в такие времена Хотя вот китайцы Говорят Не дай вам Бог Родиться В эпоху перемен А мне кажется Наоборот Это большое счастье Что я вот родился И живу И жил В эпоху таких Глобальных перемен И я стал чевицем Огромных Сдвигов Тектонических Вокруг меня В мире И Изменение отношения К ценностям И территориям И страны Которую мы потеряли И страну Которую мы обрели И отношения То что сейчас происходит Безумно все интересно Это очень интересно И у нас кстати Вот 19 августа 1991 года Ровно в день Путчи Переворота Так называемый У нас был первый Съемочный день Фильма На деребатской Хорошей погоде На Брайтон-Бич Опять дожди Гайдая И мы ехали По Валабино По вот этой трассе А навстречу Нам шли танки Нескончаемым потоком А у нас девочка Келли Макгрил Которая играла Мэри Стар Суперагента ЦРУ Я суперагент КГБ играл Федора Соколова Она Мэри Стар Она только прилетела Накануне И вот она едет На съемку С нами Говорит Ой как интересно А у вас что парад? А мы говорим Нет у нас переворот Она конечно была жутко напугана Потому что связь отрубилась Я не знаю вы помните или нет Но на три дня Вообще не было связи с внешним миром Вообще никакой Международной связи По телефону Она даже не могла позвонить Своему новоиспеченному мужу У нее в это время был Этот самый Медовый месяц Должен был быть Короче говоря Вот так вот Вот так мы встретили Но решили Там провели планерку Валабин Что делать Вот вроде понятно Что-то какие-то изменения грядут Но Гайдай сказал Нет будем снимать Мы будем делать свою работу И лучше Ну мы и продолжили И закончили Слава Богу Дмитрий А недавно вы В социальной сети Выложили ссылку На аудиозапись Написали что Давно хотел озвучить Это эссе Журналиста Дмитрия Ольшанского Которое называется Семь побед Современной России И вот почему Вас привлекла Эта публикация Да А вот напомните пожалуйста Что там Вы 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 Начитываете Это эссе Дмитрий Ольшанский Написал Что Сейчас Страна стала намного лучше Чем Вот В какие-то периоды Предыдущей своей истории И назвал Вот Исчезновение Пьянства Снижение Количества Преступлений Создание Контрактной Армии Ну да Что согласен я с этим Я просто не очень Это когда было Вот буквально Пару месяцев назад Да что вы Как интересно А что я начитываю Это Там мой голос что ли Да Да Точно мой А может быть Это уже Может быть Вы просто поделились Аудиозаписи Во-первых Смотрите Меня нет в социальных сетях Вообще Нигде Я нигде не представлен А вот Ни в инстаграме Ни в фейсбуке Меня вообще нигде нет Поэтому если это выложено Там от моего имени Точно не я Понятно Следующий вопрос Значит О Евгении Евтушенко Как получилось Что Евтушенко Посвятил вам стихотворение Ой Я вот Понимаете Конечно Опять же Это подтверждение Тому насколько я счастливый человек Как мне повезло Родиться в то время Когда С моими Я был современником Таких выдающихся людей Которые повлияли На миллионы Вообще На сознание На душу Огромное количество Народа Один из них Евгений Александрович Евтушенко Великий шестидесятник Стихи которого Из братской ГЭС Я читал на поступление В театральный вуз Так счастливо Счастливо Сложилась жизнь Что мы с ним познакомились Благодаря его супруге Маше Которая моя ровесница А в 2008 году Он решил Возобновить Восстановить Рок-оперу Идут белые снеги Вот И проехать С ней По всей стране Ему тогда Как раз Исполнилось 75 лет И вот он Пригласил меня Поучаствовать В этой кампании Прекрасной И я играл Была роль Душа поэта Душа поэта Вот И мы с ним вместе Подружились И мы с ним вместе Проехали Ну не по всей Конечно России Но в огромном количестве Городов Мы были Вот Значит С центра До Урала И обратно Вот Дважды мы такое путешествие Совершили И вот мы с ним Он так определил Меня как своего товарища Ну По По Передвижению И в вагоне СВ В котором мы ехали Он меня пригласил С собой Значит В одном купе Быть И вот мы с ним В этом купе И путешествовали И он написал Стихотворение Посвященное мне Вот об этом купе И о том Как мы едем На гастроли Я могу прочитать Оно короткое Или как Да И в какую бы койку Кровать Или ржавое брюхо дивана Не швырнуло бы жизнь Слаще спать Под посапывание Харатьяна Наконец одного Не в толпе Спящего Как младенец В купе Когда едет со мной На гастроли Не в навязанной Собственной роли Посвящение Великого Мастера Я вот теперь Здесь храню А там еще было одно Мы как-то В столовой Обедали И нам выдавали Талоны на обед Я Своего талона Отказался Подарил ему А он хотел есть И он написал На талоне Я дарю вам Свой талон Так как вы Мой эталон У меня кстати Сохранились Эти все Его рукой Написанные строки Вошли в историю Российской поэзии Нет Я не вошел Это Евгений Александрович Вошел А он Вошел В историю Личной Моей биографии Вот этими Посвящениями И конечно Это дорогого стоит Я бесконечно Это ценю И очень люблю Этого человека Он необыкновенно Был трог Помимо его Огромного дара И таланта Он необыкновенно Был трогательный Душевный Он был К абсолютным Ребеном Он кстати На Гайдае похож Вот в этом Они какие-то дети Прям По душе Вопрос от журналиста Из Латвии Людмилы Анисимови А каким вам видится Сегодняшнее состояние Российского кинематографа Что вы советуете В современных реалиях Своему сыну Который решил Пойти по вашим стопам И учиться На режиссерском факультете В ГИКа Ну он Да Не совсем по моим стопам Он пошел Все-таки по своим стопам Это его путь И я-то закончил Театральное училище У меня актерское образование Только А вот Ваня Иван Дмитриевич Он Студент пятого курса Уже В ГИКа Именно Режиссуры Факультет режиссуры И Надеюсь Что эта профессия Станет главным делом Его жизни Пока это не Не до конца понятно Потому что Огромная конкуренция И как и в актерской Профессии Так и в режиссуре Не все потом становятся Удачными И успешными В профессии Но я не хочу Предвосхищать ничего Я дай бог Чтобы у него Получилось И сложился его Творческий путь Что сказать еще Ну какие-то просто Пожелания на путствие Чтобы все Все было хорошо А вот ваше мнение Про Положение Сегодняшнего кино А про состояние Климатов Прекрасно Да я понял Вы знаете Все лучше и лучше Я считаю Если говорить Про телевидение То это вообще Отдельное Направление И у нас там Большое количество Очень удачных Картины Фильмов И сериалов И так далее И так далее И разное есть Есть и мыло Но есть их Очень достойные И коронизации В том числе И сериалы Если говорить Про большое кино То тоже Очень конкурентоспособным Стало наше кино Наше отечественное Вот И мне очень нравится Вот это наше Патриотическое В прямом смысле Кино Спортивные драмы В частности Да Легенды 17 Движение вверх Да Движение вверх И Лед И И многие другие Очень есть Много успешных Картин Которые я с удовольствием Посмотрел И я действительно Я прям У меня возникает Вы знаете еще Что такое патриотизм Это ощущение гордости За свою страну Наверное вот еще что Да Вот гордости За Пушкина За Гагарина За Харламова Понимаете За этих Наших баскетболистов Которые в 72 году За 3 секунды Смогли Победить На Олимпийских играх Вот гордости Вот наверное Вот это вот Вот это еще Ощущение патриотизма В истинном смысле Для меня И понимание Вот эти картины Да много Слушайте Я даже Сейчас на вскидку Там Наверное Не скажу вам названия Но они есть Их много А вот О кино Вы с супругой Руководите Также фестивалем Детского и семейного кино Называется Солнечный остров Вот как вы отбираете Фильмы Кто из российских режиссеров В этой области Успешно работает Какие фильмы Посоветуете молодым Для просмотра Это газета Латвийские вести Спрашивает Ну это надо брать Список последних Пяти лет Наверное Я посмотрела Что там Вот в последней программе Даже Какой-то детский Тодоровского Да Фильм Да Тодоровского Да Конечно Посоветую Посмотреть Гипноз Гипноз Тодоровского Фильма Он у нас Кстати победил Или фильм Крошка Тоже Замечательный Фильм Сергея Тютина Каждый год Есть эта картина Просто понимаете Они не выходят В широкий прокат К сожалению Почему вообще Фестивали создаются Чтобы кино Хоть до какого-то Какой-то части Зрителя Оно дошло Чтобы вы Хоть могли посмотреть Вот Потому что Конечно Если говорить Про детское Семейное Оно 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 Неконкурентно Способно Для кинотеатров Которые Являются частными Да И поскольку В частном секторе Извлечение Прибыли Как закон Главный закон Бизнеса Да То оно просто Неокупаемо Так скажем Оно не прибыльно Оно не рентабельно Для прокачив К сожалению Вот Поэтому Остается только Телепоказ И вот Показ на фестивалях Чем мы и занимаемся А вот Журналист Игорь Мейден Как вы восприняли новость Когда узнали Что вы Совершенно Миролюбивый Обаятельный Человек Музыкант И артист Стали персоной Нонграта На Украине К чему вообще В итоге может привести Что Украину Что Латвию Вот такая привычка Объявлять деятелей Культуры Персонами Нонграта Вы знаете Я даже не могу Это комментировать Потому что Я не понимаю Сути этого Мне кажется Что у культуры Не может быть Границ И не может быть Запретов Видите Это как бы Само себе Противоречащее Заявление И объявление Кого-то Персонами Нонграта А потому что Вот Даже я не знаю Почему там Потому что Видимо я был в Крыму Что ли Короче говоря На мой взгляд Это такая Очень политическая Политизированная акция Вообще Вот связанная С деятелями культуры В тех или иных странах Запрет на въезд И Некое отношение Но отношение Это как я понимаю Все таки власти Больше чем народы Хотя Я не знаю Может быть и так Поскольку Пропаганда мощная Ведь Мощный инструмент И конечно Я понимаю Что Многие Становятся Жертвами пропаганды В том числе Как у нас Так и там Из Вовне К сожалению Вот на такие времена Что поделать Я не знаю Как к этому Относиться Другое дело Что я от этого Не особо страдаю Как вы понимаете Потому что Ну я не бываю Сейчас на Украине Естественно Поскольку я Персон Нонграта Меня просто не приглашают Понимая Что У меня на границе Просто развернут И все Хотя для меня Украина является Частью моей жизни И моей личной Судьбы И биографии В Украине Снимался В Одессе Зеленый фургон Вот В Киеве Я снимался В фильме Школа Ильенко Вот В Киеве Я снимался У Оксаны Байрак Несколько картин У меня с ней Для меня важных Заметных Очень ставших Такими Этапными Для меня В свое время Даже фильм Аврора Или что снял Спящий красавица Который Был выдвинут На премию Оскар От Украины В свое время 2007 2007 Или 2006 Году Для меня Тоже знаковые Фильмы Очень важные Вообще Я люблю Я люблю Украину Люблю Киев Любил Бывать Поэтому для меня Это не просто территория Это конечно Народ Это конечно Наши общие Какие-то связи В том числе Культурные И друзья У меня там живут И однокурсники С которыми я учился Поэтому Очень жаль Что так происходит Что все настолько Политизировано И что вообще Существует этот конфликт Потому что Не должно быть Конечно Границы Разногласий Между Дружественными Народами Братскими Которые говорят Практически На одном языке У которых Общая культура Все это печально Сознавать Но я очень надеюсь Что это преодолено И уже Эти поколения Растущие Разберутся И поймут Что Дружить лучше Чем воевать И враждовать Дмитрий Наш эфир Наш эфир Подходит к концу И последний вопрос Когда Теоретически Латвия Может Вас увидеть С концертной программой Которую вы представляли В Кремлевском дворце Строите ли вы Какие-то планы На этот счет Я с удовольствием Но я жду приглашения Потому что Я вообще не знаю Я в Латвии Это не персон Ланграта хотя бы Нет Нет Там такого нет Таких разделений Нет Да Слава Богу Я жду Да Мы ждали просто Когда вот эта Пандемическая ситуация Немножко успокоится Но она видите Как волнами идет Идет Уходит Приходит Это все зависит Вот от ситуации В целом в мире И в целом С этим заболеванием Но планы я свои Не меняю Я все равно хочу приехать Конечно С этой концертной Большой программой Которая называется Дороги любви Кстати По песне из фильма Гардемарина вперед Дороги любви Которые меня приведут Я надеюсь Эта дорога приведет меня И в Прибалтику И в Ригу В том числе Вот я жду приглашения И сейчас будем восстанавливать Эти связи Которые были раньше Концертные И надеюсь Что скоро мы увидимся Я бы очень этого Конечно хотел Спасибо Дмитрий Мы будем ждать И вашего приезда В Латвию И выхода на экраны Новых Гардемаринов Спасибо вам большое Всего вам доброго И будем надеяться До новых встреч Это был эфир В рамках проекта Культурная линия Провели эфир Журналисты Ольга Авдевич И Наталья Захарят Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok